Каждая история, которая здесь будет показана и рассказана, она реальная. Ее мне прислали живые люди. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Баш, это Говори. И здесь только реальные истории. Ведь каждому есть что сказать, каждому есть чем поделиться. Так вот, люди делятся именно с вами. Если у тебя есть история для меня, пришли ее мне, и она обязательно увидит жизнь. Также не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Ну, ты сам знаешь, что делать. Так что, начинаем. Скорая гаражи корысы и мыши. Как вы думаете, что здесь может быть общего? Очень-очень нужно подумать. Так вот, первая история рассказывает об этом. История, сразу скажу, очень жутко. Не для слабодневных. Итак, история номер один. Я слышал историю, которую мне, собственно, пересказал друг именно от профессионала, работающего в скорой. У мужчины был сердечный приступ, там легкий какой-то, какая-то проблемка со сердцем, типа легкие судьбы что-то. Ну, он пошел на поправку, все в порядке. Выписали его. И он пошел домой, но больница была рядом с гаражами, то есть нужно было пройти через гаражи. И такое место не очень проходное. И он такой пошел, пошел. И вот как раз, не доходя до гаражей, через камыши, вот как это все в России обычно бывает, легкое болотце. У него херак и его этот удар, это вот инсульт, инфаркт, что это, отнимает половину тела. Он падает, соответственно, никто не ходит. И так он пролежал почти два дня. Все бы ничего, если бы его не нашли крысы и не начали его есть. То есть человек лежал, и половина тела чувствует, как его просто пожирают. Ну, вот от этого мурашки просто я не хотела. Это, по-моему, такая самая лютая профессиональная история, которую я слышал. Жесть, правда? А представляете, такое может быть на самом деле. Кажется, вот живешь в таком волшебном мире, ничего не замечаешь, а тут, оказывается, буквально за углом происходит такая жесть. Я Демок Баш, это Блок Спит, Баш, 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 Баш. Следующая наша история немного с эротическим уклоном. Алкоголь, заболел, темно. Кровь. Как вы думаете, откуда здесь эротика? Посмотрим историю номер два, и мы это узнаем. Итак, история номер два. Однажды со мной произошла эротическая история с таким, скажем, вампирическим флером. Я тогда работал звукооператором на одном сериале, и администраторши была прекрасная девушка, значит, одинокая. Мы с ней как-то так очень близко сдружились. Вот однажды я заболеваю, и звоню ей, что говорю, плохо себя чувствую, я не выйду на съемку на завтра, подменюсь кем-нибудь, все, оно таковое, что с тобой случилось, давай я, типа, приеду тебя лечить. И вот она, значит, приезжает, лечение, естественно, составило, бутылки перцовки огромной, мы, значит, выпиваем, а она была очень одинокой, и была очень одинока, и вот внеистовство своей отличалось. И вот начинаются у нас какие-то там игрища, значит, постели, и она отпускается ниже, начинают там оральные свои приключения, и темно, но я чувствую, что что-то вот такое странное ощущение, такое склизкое, какое-то вот липкое, что-то, и я ее отстраняю, значит, от себя, как-то резко вскакиваю, иду в ванну, смотрю, что у меня все в крови, вот здесь все в крови, я, значит, это отмываю, возвращаюсь, включаю в комнате свет, и вижу эту картину, которая до сих пор приходит ко мне в видениях, вот она сидит, вот эта девица, распластанная, обнаженная на кровати, и у нее поло все растекает по и до груди кровище, вот, это случился инцидент с, скажем так, с надрывом уздечки, говори, 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 подпишись на канал, поставь лайк, случаются же такие истории, да? даже не ожидаешь, вот как в следующий раз довериться своему партнеру, а может быть, она была вампиром, об этом история умалчивает, не знаю, чем там все закончилось, получилось у них или нет, но это было, как вам история? Напиши комментарий, что ты об этом думаешь? Я Демок Баш, это был Кспит, Баш, 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 Баш. Следующая история. Душа компании, помощь отцу, дом, пила, как вы думаете, что здесь могло пойти не так? Следующая история рассказывает о полной жести, которая может произойти в каждую секунду и с каждым, хотя кажется, что все безопасно и все тысячи раз это уже делал. Итак, смотрим, а потом обязательно комментируем. История номер три. Всем привет. Короче, был у меня сосед, друг товарищ. Веселый, шебутной парень душа компании, Балагур. И поехал он как-то однажды со своим другом помочь папе. Помочь папе поселок Лесное под Сестрорецком. А папа у него занимается спилом, сносом сложных деревьев на участках. Что это значит? Это значит залезть на дерево и пилить его сверху кусками, чтобы кругом постройки, провода, ну и все такое. Это был март. Промерзший грунт. Никто такого не ожидал. Он пилит наверху, привязывает к веревку, куску, который пилится верхнему, спускается ниже, спиливает, два человека внизу, стягивает в нужном направлении болванку, кусок ствола, ну это может быть и полтора и два метра. Вы можете себе представить, сколько это весит, если это приличное, серьезное дерево. И так всегда было. Это работало. Оно падало, врезалось в грунт и оставалось в общем-то на месте. Ну и они в общем-то достаточно далеко. Все понимают, работа достаточно опасная. Ну в этот раз как спичка. Удар, отскок, секундность, доли секунды и вот этот вот вот эти вот 200-300 там я не знаю сколько этих килограмм прилетают в голову моему соседу. И это все. Второй уворачивается ну буквально в миллиметрах от него это так же прилетает все. Но ему удалось спастись. Он успел даже руки выставить, но руки это ни о чем. Неделя комы, смерть. Все. Такая история. Жесть, да? И о ней даже можно сказать жутко. Жутко, жутко, жутко. Одна секунда и все. Был человек, нет человека. Если вам все понравилось, жду от вас лайков, комментариев и также подписки на канал. С вами был Дмитрий Баш. Говори все. Еще когда-нибудь увидимся. Всем пис.